Здравствуйте! Сегодня я расскажу о подготовке оборудования к предстоящему сезону обработки семян соя. Объясню, как правильно готовить рабочий раствор с инокулянтом и что делать, чтобы семена меньше слипались. Начнем с подготовки оборудования на примере наиболее распространенного варианта машин PS10. Замечу, что машин такого типа в России более 5000 штук. В первую очередь проводим визуальный осмотр, дефектовку узлов и тестовые запуски, естественно в холостом режиме. Если в осмотра не было выявлено посторонних звуков, все ремни и цепи натянуты, а автоматика срабатывает правильно, машина уже практически готова к началу работ. Но также стоит обратить внимание на наиболее часто встречающиеся моменты, такие как зазор между шнековым винтом и корпусом шнека. При высоком износе происходит увеличение этого зазора и часть семян может сильно травмироваться. Помните, для обработки семян сои это критически важный момент и стоит чаще обращать внимание на состояние машины. Наиболее часто выходящая из строя деталь это разбрызгивающая тарелка. Если она разбита, качество распределения рабочего раствора по семенам сильно снизится, так что нужно постоянно контролировать ее состояние. Разбитую тарелку рекомендую заменить и всегда иметь несколько штук в запас для оперативной замены в ходе обработки. Также обращаю внимание на правильность ее установки. В случае установки вверх ногами распределяться рабочий раствор не будет. Бак машины должен быть очищен. Остаток раствора на стенках и дне бака может содержать в себе остатки компонентов препаратов оставшихся с прошлого сезона, которые могут убить бактерии при обработке с инокулянтом или окажутся несовместимыми, с новыми компонентами. Забьют все трубки и насос, которые придется потом очищать. Очистка машины должна производиться ежесменно. Соя при механическом воздействии выделяет белковую пыль, которая при контакте с жидкостями превращается в клейкое вещество и налипает на все узлы и механизмы. Это снижает качество нанесения и увеличивает нагрузку на узлы. Если есть возможность, прочищайте машину несколько раз в смену. Многие часто спрашивают, как модернизировать машину и улучшить качество обработки семян. Ваша главная задача – получить равномерно обработанные семена. Ранее на машины устанавливались насос-дозаторы, с помощью которых можно было производить точную настройку подачи. Но часто такой насос выходил из строя, особенно после снятия зимнего хранения. На сегодняшний день с завода устанавливают обычные поточные насосы. За счет его легкой замены и низкой стоимости это можно считать хорошим решением. Но теперь это не насос-дозатор, а обычный насос. А для настройки скорости потока на машину продолжают устанавливать шаровые краны, которые способны изменять направление или полностью перекрывать поток. Как в таком случае проводить настройку подачи рабочего раствора, врезать новый кран или так называемую гребенку. Данное решение можно встретить на подобных машинах производства других компаний. Также можно врезать и обычный вентильный кран. Это практически то же самое, но такой тип крана намного проще приобрести. После замены у вас появится возможность плавной настройки потока и позволит сохранять его постоянное значение, так как при постоянном давлении на полузакрытый шаровый кран он будет постепенно увеличивать подачу. Размешивание должно происходить без остановки. Плотность препаратов всегда выше чем у воды и они могут оседать на дне, а большинство дженерических препаратов так и вовсе очень быстро расслаиваются. Так что необходимо модернизировать? Узел смешивания, который будет поддерживать рабочий раствор в нужной кондиции. Для этого необходимо увеличить площадь и количество лопастей винта, мешалки, если быть точнее, или вовсе заменить ее на другую. Обращаю ваше внимание на то, что увеличивается нагрузка на приводной мотор. Ну что, давайте двигаться дальше и рассмотрим приготовление рабочих растворов на примере CruiserMax технологии и инокулянта Атулы. В первую очередь стоит учитывать, что объем бака машины равен 200 литрам. Но мы рекомендуем готовить рабочий раствор на объем 175 литров. Зачем это необходимо делать? В ходе службы у машины мог бак немного деформироваться, его объем уменьшился и 200 литров там нету, там 190 или 180. Поэтому самой оптимальной цифрой будет 175 литров. К тому же эта цифра очень удобна для расчета необходимого объема компонентов. Я покажу вам это на примере. Для приготовления 175 литров рабочего раствора нам нужно 75 литров воды, 25 литров Максима Эдванс. Дозировка у него 1 литр на тонну. Нам нужно 12,5 литров Крузера 600. Это часть Курзер Макс технологии. Дальше приходим к инокулянту. Нам нужно 50 литров Атулы и 12,5 литров Премакса. Обращаю ваше внимание, что приобретая Атулу, вы приобретаете Премакс. Он входит в состав коробки. Итак, все это складывается как раз таки в те самые 175 литров. А теперь давайте поговорим, как же правильно смешивать рабочий раствор. Обычно принято, что все эти компоненты сразу заливаются в бак машины. Но при работе с инокулянтом все-таки следует отступаться от этого правила. В бак машины мы готовим первую часть раствора. Это у нас вода. Она заливается первой. Вторым компонентом заливается Максим Эдванс. И после уже заливается Крузер 600. После того, как вы добавили эти компоненты, уже можно включать мешалку и производить тщательное смешивание рабочего раствора. А в отдельной емкости мы берем Атулу. Сначала мы наливаем Премакс. И после мы наливаем уже саму Атулу. Тщательно смешиваем и заливаем этот рабочий раствор в бак машины. Это позволит максимально сохранить титр и получить качественно инокулированные семена. Приготовленный раствор с инокулянтом рекомендуется использовать в течение четырех часов. Крытую упаковку инокулянта в течение смены. Иногда лучше завершить работу на 30 минут раньше, чем оставить рабочий раствор или открытую упаковку. На завтра. Оставшееся время лучше, как мы уже и обсудили, потратить на очистку и обслуживание машины. Слепание семян – это одна из часто встречающихся проблем. И я хочу поделиться с вами, что может помочь решить эту проблему. Объем подачи раствора на одну тонну семян. При расчетах важно учитывать, что для снижения слепания семян после обработки расход рабочего раствора не должен превышать 7 литров на тонну. Все, что больше, приведет к увеличению слепаемости. Как раз таки 175 литров рабочего раствора, хватит на 25 тонн семян при дозировке 7 литров на тонну. После обработки не стоит сразу выставлять бегбеги в несколько этажей. Если есть недостаток пространства, лучше выставить их в один ряд и уже в конце смены переставлять их в несколько рядов. Ведь если семена слиплись, их придется разбивать. Это приведет к травмам и снижению жизнеспособности. А также негативно скажется на работе посевного агрегата. Обработанные семена необходимо защищать от солнечного света и высоких температур. В случае высоких температур ангар может хорошо прогреться и температура там будет критически высокой. В таком случае лучше открыть ворота, не забывая про солнечный свет и необходимость укрыть пологами ту часть семян, на которых попадает солнце. Особое внимание обращайте на транспортировку семян к посевной технике. Укрывайте инокулированные семена пологом и при стоянке на краю поля просите водителей становиться в тень деревьев. Если вы хотите убедиться в качестве обработки семян, обратитесь к нашим специалистам. Для контроля качества доступен сервис компании «Сингента». Квалифицированный специалист поможет провести калибровку оборудования и проверить качество нанесения с помощью комплекта «СЛАК». Сервис доступен только для определения качества нанесения препаратов «Максим Голд» и «Крузер Макс Технология». При подготовке и работе на машинах всегда соблюдайте технику безопасности и применяйте СИЗ. По ссылке под видео вы найдете памятки, которые помогут подготовить оборудование к предстоящему сезону и провести его калибровку. По всем возникающим вопросам вы можете обращаться к менеджерам компании «Сингента» в своем регионе и на горячую линию компании. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok